Спонсор выпуска – интернет-магазин Фонаримаркет, где представлен огромный выбор осветительных приборов на все случаи жизни. Но и это не все. В магазине можешь найти снасти для экстремального спорта, самообороны и долгих походов. Большой выбор видеорегистраторов, планшетных компьютеров. В общем, всего не перечислить. Это нужно увидеть своими глазами. Скидка в 10% всем подписчикам канала. В оформлении заказа не забудьте указать, что вы подписчик и запросить скидку. Ссылка, как всегда, в описании. Всем привет! Большая часть моих проектов редко используется в быту. И, как правило, почти все, что я собираю, либо дарю близким, либо пылится на полке. Но проект, который реализуем в ходе этого ролика, потребовался мне лично. Около недели назад возникла нужда в портативной стереоколонке небольших размеров. Притом колонка должна была работать в жестких погодных условиях. Поэтому было решено на скорую руку собрать портативную колонку из подручного хлама. Если кто-то хочет спросить, почему я попросту не купил такую колонку, отвечу, что не было смысла. Все необходимое для сборки у меня имелось. Да и зачем платить за мелочь, если у вас руки растут из правильного места. А поскольку проект нужно было реализовать максимально быстро, решил использовать готовые китайские модули. Общие затраты копеечные, а все ссылки на модули найдешь в описании. Питанием будет служить литий-ионный аккумулятор. Из-за ограничения корпуса в моем случае нет возможности использовать популярный стандарт 18650. Но, к счастью, нашел аккумулятор от старой камеры с емкостью в 1600 мАч, который отлично подошел по размерам. В принципе, с выбором аккумулятора нет никаких ограничений. Подойдет любой литий-ионный. Потом нам понадобится плата зарядки литиевых аккумуляторов от USB с защитой на базе микросхемы TP4056 с током заряда в 1 А. В качестве усилителя мощности тоже готовый модуль в лице компактной платы, на которой гордо стоит микросхема PAM 8403, представляющая из себя двухканальный усилитель мощности низкой частоты класса D, способна отдавать мощность до 3 Вт на каждый канал в случае 4-х умной выходной нагрузки. В самом начале хотел собрать усилитель на любимой TDA2822, но компактные размеры, дешевизна и экономичность микросхемы PAM 8403 заставили передумать. Корпусом послужит большой контейнер от Kinder Surprise. К сожалению, пока не удается выпросить у китайцев 3D принтер, поэтому когда речь идет о корпусе, приходится импровидировать. В качестве громкоговорителей динамики отбитых компьютерных колонок, но используя вот такие бумажные динамики, колонка будет орать значительно громче. Помимо всего указанного, нам нужен выключатель, обязательно с фиксацией, стереоразъем 3,5 мм и кабель к нему. Как вы поняли, передача сигнала у нас будет осуществляться проводным путем. Теперь собираем начинку и тестируем. Ошибиться нереально, если все делать по картинке. И в конце устанавливаем весь этот колхоз в корпус. Для удобства установки модули были зафиксированы на небольшой стенд. Почти все части зафиксированы термоклеем, в том числе и громкоговорители. Итак, колонка на скорую руку готова. Может и не поверите, но вся работа была выполнена буквально за полчаса. Рекордно быстрый проект. Зато на создание ролика было потрачено трое суток. Продолжение следует... Не забывай оценить данный ролик своим лайком, хотя, честно говоря, выкладывать его не хотел. Уж больно все примитивно. Но потом заметил, что на канале почти нет схожих роликов. Новичкам, думаю, будет полезно. Перед тем, как прощаться, хочу напомнить, что на пороге лета и начинается дачный сезон. Каникулы, походы и все такое. Поэтому я намерен создать несколько проектов на тему автономных штуковин для долгих походов. Не забываем подписаться, чтобы быть в курсе дела и, конечно же, поделиться роликом с ближним своим. Тебе не трудно, а мне приятно. Желаю всего наилучшего. А с вами, как всегда, был Касьянока. И до новых встреч. Пока.